В Тбилиси ровно 18 часов. Информационная служба канала ПИК работает в прямом эфире. Я Сарго Кения. Здравствуйте. О событиях в мире и регионе в ближайшее время. А пока коротко о главном. Приговор его мечты. Убийца 77 человек Андерс Брейвик признан вменяемым и приговорен к 21 году тюрьмы. Раскол в яблоке. Глава Химкинского отделения вышел из партии. Игорь Белоусов будет бороться за пост мэра подмосковного города. Начинаем выпуск с срочным сообщением из США. В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу возле главного небоскреба страны Empire State Building. По разным данным, погибли от трех до пяти человек. Полиция сообщает, что убила преступника во время перестрелки. Подробности происшествия пока неизвестны. Мы следим за развитием событий. А пока главным темам дня. Самые громкие судебные разбирательства за последние несколько лет. Норвежское правосудие вынесло вердикт Андерсу Брейвику. Ультраправый террорист, на счету которого жизни 77 человек, получил приговор своей мечты. Детали в сюжете Марты Ардашелия. На лице норвежского стрелка улыбка. Андерс Брейвик приговорен к 21 году лишения свободы. Но не это радует подсудимого, а то, что следствие не ставит под сомнение его психическое состояние. Вполне вменяемый ультраправый террорист совершил прошлым летом двойной терракт. Сначала в правительственном квартале Осло, затем устроил кровавую бойню в молодежном лагере на острове Утое. В результате погибли 77 человек. Среди них гражданка Грузии, там-то ли протелиане. Продолжение следует...